Всем привет! У нас сегодня есть повод записать очередное видео Как я вам и обещал в прошлом Мы все таки закончили Жигули первой модели Которая на сегодняшний день Является Ну наверное Самой ранней из известных Сохранившихся автомобилей Еще более ранее стоит В музее автоваза Но С этой машиной есть вопросы А с нашей машиной вопросов нет Она точно подлинная и оригинальная И самое ценное в ней Это ее конвейерный номер А конвейерный номер у нее 108 То есть это 108 автомобиль Сошедший с конвейера Завода Ну если кто то найдет автомобиль Более Старый чем наша машина Хочу пожелать вам удачи Ищите Автомобиль Честно сказать Ну вообще Жигули 20 лет назад Я не думал Что я когда нибудь буду еще делать Жигули Объясню почему Когда то По моему в 89 году Мой отец начал заниматься ремонтом автомобиля Ну то есть руки всегда у него стояли правильно Машина на тот момент у него была давно И он периодически занимался Помощью своим друзьям в ремонте автомобилей Но настал конец 80-х А кстати он работал на телецентре На хорошей работе На неплохой должности Получал достаточно неплохую зарплату Но в конце 80-х все стало очень печально В плане зарплаты Да и в плане всего Поэтому Ему пришлось заниматься ремонтом автомобилей Уже для зарабатывания денег Потому что Нужно было содержать семью И выхода другого не было В принципе Примерно в те же годы У меня то еще был совсем малой Скажем так Но меня уже начали привлекать Каким то там работам Помощей Какой то там в этих всех работах Ну в общем В общем вот так И Наверное Практически все 90-е годы Чуть ли не половина наших заказов Составляла естественно ВАЗовская продукция Мы делали по ним абсолютно все То есть И тяжелый ремонт кузова Там изгнившие машины И после аварии Капиталки моторов Да ну все что угодно В принципе То есть мы брались Как бы за все И как ни странно Вот половина где-то машин была Это была ВАЗовская продукция В москвичи к нам попадали Очень редко Запорожцы там Наверное Единичные какие-то случаи Вот А чуть ли не всю вторую половину Составляла ВАГовская продукция То есть Вольсвагены Разные там Гольфы Пассаты Ауди Сотки Восьмидесятки То есть Это все крутилось Ну Да Есть что вспомнить Есть о чем рассказать Но сейчас не об этом Вот И когда К концу 90-х годов Ну понятно Что иномарок стало больше Жигули уже стали Как бы такой себе машиной И честно говоря Казалось что Первые модели не закончатся никогда Их было просто огромное количество Ценности на тот момент Они никакой из себя не представляли Вот И даже помню случай Когда В конце 90-х годов Мы собрали Практически все детали Со своего склада И просто подарили Двум соседям Которые были Это даже гули Просто подарили Потому что думали Что этим мы уже В реале Когда-то будем заниматься Но Прошло 20 лет И снова из наших ворот Выезжает Жигули После полной реставрации Ну Кузов конечно Был достаточно тяжелый Но Не скажу Что это было для нас новинку Потому что мы делали машины Из гораздо худшего состояния То есть Я помню случай Когда к нам приехала По-моему То ли Единичка То ли Одиннадцатая модель И В принципе Там все держалось На проволочках Все крышки багажника И когда Открываешь крышку багажника У нее Зад даже Так немножко провисал Но Это уже История Так вот Во-первых Почему Мы взяли Из этой машины В первую очередь Наверное потому Что У нее Такой Номер шасси То есть Хотелось сделать машину Интересную Потом Ну Как бы Немножко Наверное Может быть Хотелось Вспомнить Молодость И покрутить Что-то Что Крутили Когда-то Вспомнить Как же Это было В общем Согласились Это было В январе Двадцатого Года Эта машина Приехала К нам Приехала Она в далеко Не в лучшем Состоянии Она жила Где-то Не помню Мне кажется В Полтавской области Могу ошибаться Но по-моему Там Вот Никто Никакой ценности Из Владельцев Тогда Ей В общем Они не думали Что-то Что-то Ценное На ней Возили Свиней Там Ну и так Далее Машина была В достаточно Печальном Состоянии Если ее Просто встретить На дороге Никто Не подумал Что-то Что-то Интересное Или ценное Обычный Корч Еле Живой Который Наверняка Когда бы Там Там был Размороженный Блок И В общем Я думаю Если бы Она В итоге Мотор бы У нее Лег Ее бы Просто Сдали На металлолом И все Но Нашелся Человек Который Презонаправленно Искал Эту машину И купил И привез В каком Была Эта Машина Состояние Вот Сейчас Я вам покажу Вот Машину Осмотрели Разобрали И начали делать Работы Конечно Было Много Кузов Пришлось Тотально Переваривать То есть Задняя Часть Заменена Полностью Потому Что Живого Места Просто Не было Латка На латке Естественно Пороги Усилители Части Днища Ну И Все Железо По периметру Пришлось Конечно Заменить Передние Лонжероны Передние Браздовики Там Все Это Крыша Естественно Основа Днища Это Конечно Осталось Ее Так что Подлинность Эта Автомобиля Сомневаться Не Приходится Как Шел Процесс Сварки Ну Естественно Я все Это Документирую В фотографиях То есть У меня Есть Большие Архивы Всех Работ Которые Мы Делали В том Числе По Этой Машине Вот Несколько Фотографий Процесса Сварочных Работ Я вам Сейчас Покажу Продолжение следует Ну Вот Такая Красота Вот В конечном Итоге Из этого Получился Достаточно Неплохой Кузов Вот Какое-то Время Шла Комплектация Этого Автомобиля Потому Что Он По Сути Своей То Машины Семидесятого Года Отличались От Даже Семьдесят Первого Очень Сильно Для Того Чтобы Собрать Этот Автомобиль Мы Использовали Донор Семьдесят Первого Года В отличном Состоянии Машина Была В родной Краске Честно Я даже Жаль Было Разбирать Но Выхода Не было Это Пришлось Делать Для чего Это Было Сделано Для того Чтобы Максимально Использовать Такие Вещи Как Всякие Защиты Вот Эти Клееночки Защитные От Влаги В дверях Там Какая Это Мелочевка То Ну Вот Очень Много Мелочей Конечно Без Которых Нам Эту Машину Правильно По Заводкому Собрать Было Очень Тяжело И Наверное Даже И Невозможно Потому Что Купить Это По Отдельности Практически Невозможно А Новодел Извините Очень Прошивого Качества И Он Ни В Какое Сравнение С Оригинальными Запчастями Семидесятых Годов Не Идет Нам Повезло Что Машина Она Конечно Была Замучена Но На ней Сохранилось Очень Много Оригинальных Итальянских Деталей Такие Как Крепеж Конечно По Крепежу Нам Помогла Машина Семидесятого Года Нечего Открывать Но Крепежа Правильного Фиатовского Было Достаточно Еще И На Этой Машине Вот Релюшки Всякие Там Детальки По Кузову Которые Там Например Бардачок Он же Тоже Итальянский То есть Количество Деталей Которые Были Произведены В Италии Честно Говоря Я даже Не ожидал Я никогда Не вникал В машины Самых Первых Партий Но Количество Итальянских Деталей Там Просто Зашкаливает Вот Я Когда Пойдем К машине Я вам Покажу Постараюсь Во всяком Случае Максимальное Количество Деталей Охватить Которые Итальянские Стекла Фары Пластиковые Детали Крепеж Волевое Управление Двигатель Не такой Отличий Просто Море И вот Спустя Почти Три года Машина Выехала Она Выехала Вчера Мы на ней Прокатились Очень Мне понравилась Такая Достаточно Сбитенькая Машинка Мягенькая Все Тихо Работает И Сейчас Вот Заканчиваем Уже Финальную Протирку И Сегодня Кстати Потеплело Где-то Ноль Сейчас На улице Так что Можно снимать Руки Уже Не отмерзают Пойдем Я вам Постараюсь Показать По максимуму Чем же Этот автомобиль Отличается Ну во первых Я покажу Детали Которые Присущи В принципе Ранним Машинам А так же Заострю Свои Внимание Ваши На Отличительных Особенностях Именно С 70 Года Поверьте Вам будет Интересно Такую вторую Машину Найти Крайне Сложно Крайне Сложно Ну В Украине Я знаю Правда Еще одну Такую машину Но более позднего Выпуска Тоже 70 Года Но Номер 6 У нее Уже Более Поздний Так что Не будем Дальше Много Говорить Идем Посмотреть Пошли Ну и Вот После того Всего Что вы Видели Вот Такой Результат У нас Получился Цвет Достаточно Редкий На сегодня Этот Цвет Называется Зеленый 386 Такой Цвет На вазе Красили Машины С 70 По 76 Год И Надо Сказать Этот цвет И очень Идет В принципе Он достался Вазу Еще из Фиатовской Палитры То есть По Вазовскому Вееру Этот цвет Бьется Скажем так Он есть По нему Собственно Говоря И подобрали И сверялись По Хорошо Сохранившемуся Кусочку Краски Такая Вот Красотка Раньше Я как-то Не особо Любил Первые Модели Ну потому Что у нас Была Тройка А тройка Это Конечно По тем Временам Это был Ну как Мерседес Наверное Вот А сейчас Ну как-то Даже Что-то Есть В этом Всем Минимализме И итальянском Стиле Так вот Давайте Наверное Начнем С отличий Которые Присущи Этой Машине Для начала Обойдем Ее По Периметру Я вам Покажу Чем Отличается Модель Именно С 70 Года И Что Продержалось Из редкого На конвейере Чуть-чуть Дольше Ну Начнем Спиритка Конечно Это Эмблема На которой Еще есть Надпись Тольятти Она продержалась Совсем Недолго Потом Эту Надпись Убрали Клыки Клыки Как мы видим Здесь Глубокие Они доходят До конца Бампера Потом Чуть позже Завод Начал Использовать Фиатовские Клыки Они такие Немножко Треугольничком Вот Ну А еще Чуть позже Клыки Стали короткими То есть Они заканчиваются Примерно Вот так Вот Это Самые Ранние Глубокие Клыки Фары Фары Конечно Это Наверное Одно из Самых Дорогих На этой Машине Это Фары Corello Стоят Сумасшедших Денег Можно Сказать Но Очень Красивые И Светят Я вам Скажу Очень Хорошо Подфарники Вот мы Видим Старс Фирма Старс Она Поставляла Очень Много Комплектующих На вас В то Время То есть Старсовских Деталей Здесь Очень Много Смотрим Дальше Вот Вот мы Видим Защита Картера Она Сделана Из Двух Отдельных Полосок Достаточно Толстых Но Это Было Не Только В 70 Году Это Продержалось На Конвейере Чуть Дольше Но Это Тоже Характерно Для Очень Ранних Машин Здесь Собственно Герои Все Так И Можете Оценить Работу Нашу По Подвеске Вот Так Здесь Все Выглядит Днище Просматривается То Есть Автомобиль Можно Сказать В Состоянии Нового Каждый Винтик Каждая Шайбочка Всему Уделено Внимание И Особо Затряли Внимание На Правильном Крепеже Чтобы Все Было Собрано Именно Так Как Должно Было Быть Шины Здесь Установлены Конечно Же И 151 Найдены Из Старых Запасов Вот Они Еще Советского Производства Вот Так Все Выглядит Здесь Под Крылышками Все Как Должно Быть В общем Состояние Нового Автомобиля Зеркало Конечно Же Еще Установлено На Крыле Ну И Честно Говоря Даже Удобно То Есть Обзор Стойка Я думал Будет Мешать Стойка Но Нет Не Мешает Дворники Совсем Раннего Образца Еще Быстросъемные То Есть Без Гайки Такой Вот Пружинка Которая Фиксирует И Честно Говоря Это Одно Из Тех Решений От Которого Непонятно Почему Отказались Потому Что Ну В принципе Это Удобно И Распространено На Многих Зарубежных Автомобилях К Салону Подойдем Чуть позже Значит Что мы Видим В задней части Автомобиля Ну Конечно же Выхлопная Труба Кончик Ее Такой Немножко Подскосом Но Это Характерно Для Вообще 70-х Годов На 11-й Модели На Первой Модели Так Было Значит Задние Фонари Фирма Старс На Стеклах Этих Клеем Нет Значит Стекла Имеют Просто Вот Такую Маркировку Клеймо Старс Имеет Корпус Фонаря На Обратной Стороне То есть Он Отлит Отливочка Такая Значит Отражатели Задние Стекло Вот Мы Видим Написано Верх Написано По-русски Корпуса Старс Сзади Тоже Отлитая Клеймо Подсветка Номера Вот Мы Видим Четко Надпись Старс Ну Тут Естественно Все Так же Посадка Клыков Сзади Так же Глубокая Характерная Для Ранних Автомобилей Значит Стекла Стекла Использовались Нескольких Производителей Вот Мы Видим Заднее Стекло Secursive Форточки Все Тоже Такие Опускные Стекла Вот Если Наведется То Я вам Сейчас Постараюсь Показать Вот Securit Сейчас Секундочку Вот Сделаем Вот так Вот Securit То То есть Как мы Видим Даже На Внешнем Осмотре Автомобиля Огромное Количество Зарубежных Деталей Ну Давайте Перейдем Наверное К салону Там тоже Очень много Интересного Что Отличает Ее От Обычных Жигулей Потому Что Это Не Обычные Жигули Ну Панель Приборов Салон Казалось Бы На Первый Взгляд Все Здесь Выглядит Как В Обычной Единичке Но На самом Деле Это Не Так Во Первых Смотрим На Обивку Салона Текстура Вот Обратите Внимание Какая Текстура Это Еще Фиатовский Материал Так Называем Крокодиловая Текстура Вот Карты Дверей Сидения Вот Все Сделано Из Такой Текстуры Это Было Только В Семидесятом Году Семьдесят Первом Это Совершенно Другой Салон Потом Коричневая Ручка Переключения Передач Панель Приборов Казалось Бы Она Абсолютно Обычная Но Нет Она У нее Своя Которая Была Тоже Только Семидесятом Году Отличается На Вот Этими Вот Такими Подштамповочками Которые Как бы Задают Позицию Обдуву Лобового Стекла Семидесятом Году Это Есть Семидесят Первым Этого Уже Нет Торпеда Дикая Редкость Найти Ее Очень Сложно Как Видим Хромированные Ручки Ползунков Управления Отопителем Хромированные Крышечки На Ручках На потолке И Самая Моя Любимая Деталь Это Напольная Педаль Газа Вот Это Меня Вазовских Машинах Убивало Больше Всего Насколько Удобная Эта Конструкция Напольная Педаль Газа И Насколько Неудобная Уже Потом Обычная Подвесная Зачем Это Было Убирать Чем Это Было Оправданно Ну Вот Это Просто Понять Не Могу Но Это Просто Дико Неудобно И От Этого Отказались И Потом Ты Сидишь В этих Поздних Жигулях И Такое Ощущение Как будто Тебе Ноги Поломали Здесь Жену Совершенно Все Не Так Ну Здесь Много Есть Еще Конечно Детали Которые Просто Скрыты От Такого Быстрого Доступа Это Такие Вещи Как Разнообразные Релюшки Они Здесь Тоже Итальянские И Я думаю В конце Видео Я вставлю Фоторяд Где Будет Больше Информации Об Итальянских Деталях Потому Что Ну Не Все В таком Быстром Доступе Чтобы Можно Было Это Вот Так Вот Показать Сзади Все Выглядит Вот Так Ну Казалось Бы Обычный Салон За Исключением Вот Конечно Ж Текстуры Опять Ж Повторюсь Дверные Замки Внешне Они Совершенно Обычные Но На самом деле Итальянские Это Замки На них И стоят Клейма Фиат И Написано Сделано В Италии Фоточки Обязательно Тоже Приложу Дверные Ригеля Здесь Тоже Свои Совершенно Они Отличаются От Поздних Как По Форме Ну То То Это Внешне Сразу Заметно И Внутри Конструкция Тоже У них Не Такая Потому Что У поздних Здесь Такая Пластиковый Ползунок Стоит Фиксатор Двери Чтобы Она Не Болталась Здесь Он Металлический Опять Же Непонятно Почему И Жаль Что От Этого Отказались Потому Что Это Очень Достаточно Таки Надежная И Хорошая Конструкция Вот Так Здесь Выглядит Салон Общий Вид Ну Минимализм Наш Все Но По сути Эта Машина Шестидесятых Годов Это Середина Шестидесятых Она Была Когда-то Автомобилем Года Признана Не Знаю Хорошо Ли Сделали Или Плохо Что Выбрали Именно Эту Модель Для Выпуска В Союзе Потому Что Конкурентом Было Рено 16 Которое Было Переднеприводное Ну Честно Говоря Наверное Наверное Все-таки Так Было Сделать Лучше И Одно Из Самых Интересных Мест Это Подкапотное Пространство Тут Отличий Тоже Более Чем Вот Так Все Выглядит Казалось Бы Ну Чем Она Отличается От Обычно Первой Модели Ну Начнем Во-первых Клапанная Крышка Раннего Образа Как мы Видим Подштамповка Подцепь Более Такая Явно Выраженная Ну Конечно Это Было И После 70 Года Но Тем Не Менее Высокая Заливная Горловина Головка У нее Своя Вот Мы Видим Маркировка 119 А Шланг На Расширительный Бачок Кавис Грелочка Кавис Шланг На Омыватель Кавис Значит Еще Интересных Особенностей Мы Видим Вместо Пробки Сливной Для Антифриза Здесь Краник Значит Диффузор Вентилятора Составной Из двух частей Вот мы видим Вот он Скручен То есть Он как бы Из двух частей Состоит Тоже Странно Почему От него Отказались Но Мне кажется В работе Он намного Более Удобный Чем Обычный Цельный Сигналы Вот Старая Что Было Видно Вот Магнете Морелли Смотрим Дальше Главный Тормозной Вот Сейчас Попробую Чтобы Сфокусировался Фиат Рулевая Колонка Рулевое Управление Фиат Бачки Для Тормозной Жидкости Вот Этот Значок Это Фирма Старс Звездочка Решительный Бачок Для Охлаждающей Жидкости Также Фирмы Старс Но Значок Находится Вот Там Потому Не Очень Удобно Так Снять И Посмотреть Подсветка Подкапотного Пространства Тоже Итальянская Вот Мы Видим Надпись Значит Более Того Вынимаем Лампочку Лампочка У нас Philips Fiat И Она До сих пор Работает Вот Кроме Того Да Давайте Я вам Покажу С этой Стороны Конечно Этого Так Не Видно Всего Но Карбюратор Виде маркировку DKR Стартер И Генератор Здесь Также Fiat Потом В конце Видеоряде Я приложу Фотографию Этих Деталей Значит И Еще Из интересного Попробуем Если сейчас Камера Сфокусируется То Покажу Значит Номер Двигателя Сейчас Попробуем Сфокусировать Ее Да Вот Ну Извините К сожалению Не хочет Ловите Я покажу Это на фото Значит Двигатель Здесь Имеет Номер 333 Номер Кузова 176 Конвейерный Номер 108 То есть Кузов Номер 176 Но это 108 Машина Сошедшая С конвейера Вот так Казалось Быть Все Выглядит Обычным Но на самом Деле Если Присмотреться То Это Совершенно Другой Автомобиль Да Кстати Еще Одна Фишка Машин 70 Года Вот Эти Вот Две Шпильки Это Никакой Не Колхоз Это Еще Так Сказать Наследие От Фиата Которая На Первой Модели Жигулей Не Использовалась Вот Так Давайте Теперь Посмотрим Что Же У нее В багажнике Открывается Он Конечно Же Просто Поворотом Ключа У Троечки Уже Появилась Кнопка Здесь Просто Ключик Но Багажник Совершенно Обычный На Первый Взгляд Ничем От Более Поздних Единичек Не Отличается Но Отличия Все Таки Есть Вот Мы Видим Цвет Домкрата Ну Не Знаю На 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 Экране Он Более Яркий Какой На Самом Деле Он Более Блеклый То В 71 Году Домкраты Пошли Серые А Здесь Какая То Бледная Липозеленая Опять же Домкрат У нее Свой Это Не Советского Производства Домкрат У Нас Есть Небольшая Недоработка По Ящику Ящичку Вот Этому С Инструментами Это Уже Чуть Более Поздний Ящик То Это Тоже Начало 70 Годов Но Это Не 70 Год Над этим Вопросом Сейчас Работаем Потому Что Сам Набор Инструментов У нее Тоже Был Свой Особенный И Эта Позиция Пока Не Закрыта Над Этим Работаем Я думаю Что Ближайшие Несколько Месяцев Мы Этот Вопрос Закроем И Здесь Будет И Инструмент Тоже Правильный Можно Взглянуть Какая Она Вот Сзади Все Новое Все Светится Хотелось Бы Конечно Снять Небольшой Тест Драйв Показать Как Она Едет Но Как Вы Видите Лужи Лужи Ездить Поэтому На ней Хочется Но Нельзя Как Бы Не Хотелось Нам Ее Просто Жалко Потому Что Труда В Эту Машину Вложено Просто Огромное Количество Ну И Вы Сами Видите Сами Понимаете Что Сделать Ее Вот Такой Как Она Есть Сейчас Было Очень Непросто Конечно Мы Не делали Ее Каждый День Но Тем Не Менее Весь Этот Процесс Занял Почти Три Года Это Уже Конечно Тоже Срок Такой Себе Часть Жизни Можно Сказать Но Результатом Я лично Доволен Валдис Тоже Доволен И Я Надеюсь Что И Наш Заказчик Тоже Будет Доволен Потому Что Машина Получилась Красивая Хорошая Добротная И Я Точно Знаю Что В ней Все Сделано Правильно Насколько Я Знаю В планах У владельца Возить Машину На Слеты Ретроавтомобилей В Европу Я думаю Что это там Будет достойный Экземпляр Который Оценят Если вы не знаете То Например В Германии Проходит Очень Интересная Выставка Ежегодная Посвящена Она Автомобилям Так называемого Восточного Блока А также Советским Автомобилям Куда их Съезжается Просто Огромное Количество Я думаю Что Там Этот Автомобиль Будет Достойным Экспонатом О продаже Его речь Не идет Сразу же Скажу Продаваться Этот Автомобиль Не будет Он Станет Одним Из достойных Экземпляров Коллекции Нашего Заказчика Имеющего Достаточно Интересных Автомобилей И это Будет Один Из Новых Его Экземпляров Я думаю Что Не зря Он ждал Все эти Три года И не зря Мы с ним Мучились Потому что Машинка Получилась Классная На этом Пожалуй Все Пишите Свои Комментарии Что вы Думаете Об этом Автомобиле О нашей Работе Вообще В целом О Вазовских Моделях Считаете Ли вы Классикой Или нет Хотя По факту Они уже В любом Случай Классика Этому Автомобилю Уже Извините На минуточку 52 Года Все Таки Это Что-то Дозначит Единственный Момент Сегодня У нас Пятница Заканчиваем Писать Это видео Когда Оно Выйдет Я пока Вам Сказать Не могу Потому что После Прошлой Атаки Рашиста Внуки Шахедами Ночной За которой Мы Ночь Не спали Наблюдаются Проблемы Ну С электроэнергией Понятно С этим Мы как-то Уже Научились Справляться Но Самое Что печальное Перебои Большие Со Связью А для того Чтобы загрузить Видео Нужен Хороший Интернет А с этим Частенько Проблемы Но Все равно Надежда Есть Что Может быть Если Словлю Где-то Хороший Wi-Fi Например Вдруг Дома Включится Интернет Кто знает То Я Конечно Загружу Потому Что По Мобильной Связи Его Будет Загружать Очень Тяжело И Долго Поэтому На сегодня Все Продолжаем Работать Дальше Думаю Будем Радовать Вас Интересными Видео И дальше На этом Все Всем Пока С вами Был Канал Укар Сервис Пишите Комментарии Ну И Если Понравилось Ставьте Лайки Всем Пока Субтитры Субтитры